Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбл Макс, и в этом видео мы с вами поговорим о подписке Xbox Game Pass, рассмотрим всю эту систему, поговорим, почему многие называют эту подписку говном, ну а также расскажу о минусе, который, возможно, в будущем может с ней произойти. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также лови промокодик на VKCOMBO, который даст вам бесплатно один месяц данной подписки. Если что, в нее входят безграничные прослушивания музыки ВКонтакте, скидки на Макдональдс, Delivery Club и так далее. Короче, для тех, кто пользуется данными сервисами, подписка будет кстати, поэтому переходи по ссылочке в закрепленном комментарии, активируй, пока есть халява, и давайте начнем. Начнем с того, что данная подписка появилась во времена Xbox One, и, соответственно, сразу понравилась всем обладателям этой консоли. И, как ни странно, это все из-за того, что практически за копейки вам дается поиграть в большое количество игры от всех консолей Xbox. Xbox Original, Xbox 360, Xbox One и даже в будущий проект Xbox Series. Помимо старых игр, Microsoft ввела такую систему, что в подписке будут появляться все новые эксклюзивы от Microsoft Studio. То есть Forza, Halo, Geary, Fable, она войдет в дату релиза в данную подписку и будет, по сути, бесплатной для всех ее обладателей. Да, если что, S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже туда войдет, это хоть и не эксклюзив Microsoft, но все равно он там будет. Лично я положительно отношусь к данной подписке, я ее апнул до состояния Ultimate, по-моему, до 2023 года и не парюсь вообще, поскольку у меня всегда есть во что поиграть. Плюс в этой подписке есть игры, в которые я играю по сей день, и да, я бы мог бы их купить навсегда, но мне иногда хочется поиграть во что-то другое, и с этим данная подписка офигенно справляется. Плюс, опять же, это очень большая экономия, поскольку если бы я покупал все игры отдельно, то, по сути, потратил бы больше денег. Просто еще настало такое время, что особо игр не выходят, а если какие-то выходят, то на самом деле они ставят тебя под сомнение, покупать эту игру или не покупать. С подпиской такой проблем нет, единственное решение, которое нужно принять, это загрузить попробовать эту игру или не загрузить и не попробовать данную игру, и все. Все бы ничего, хорошая подписка, но в последнее время я начал очень часто натыкаться на то, что люди хейтят данную подписку, говорят, что вот она говно, там куча инди и так далее. В принципе, меня это исподвигло на запись данного видеоролика. В общем, я решил рассмотреть данные позиции, где в одной стороне говорят, что подписка говно, а в другой стороне, где считают ее лучшим решением. Давайте начнем с плохой стороны, с тех, кто считает эту подписку говном. Читая такие комментарии, я пришел к выводу, что это пишут те люди, которые не имеют Xbox и, соответственно, не могут пользоваться данной подпиской. Ладно, по большему счету это рофл, но это реально одна из причин. Типа, что не имею, посчитаю говном, в общем, такие реалии интернета. Хотя в то же время от той же системы PlayStation Plus, которая добавила в себя, по-моему, около 30 игр, многие остались в восторге. Короче, на мой взгляд, здесь каждому свое. Просто на самом деле иногда обидно, что люди, сидящие только на PlayStation, не могут рассмотреть какой-то другой вариант и просто его обсирают. Но в этой ситуации я нашел еще один типаж игроков, который также мог бы негативно сказать о данной подписке. И это, по сути, те люди, которые играли во все игры, которые есть в подписке. То есть им объективно, по сути, не нужна подписка, поскольку все игры имеются. И покупать, может быть, ради одной игры в целую подписку, в которой ему предоставить что-то не нужно, ему просто не хочется. Но самое интересное, я еще видел такие комментарии от тех, кто купил Xbox. И ситуация примерно такая. Типа, я купил Xbox, все говорили, что он офигенный, купил вашу замечательную подписку, она оказалась говном. Xbox говно, короче, продал все нафиг, идите в жопу со своим Xbox. И тут я не очень понимаю позицию таких людей, поскольку, когда вот они покупают консоль или подписку, такое ощущение, как будто они покупают киндер сюрприз. Просто самый прикол в том, что не надо здесь гадать, просто нужно ознакомиться со списком игр и понять, нужна она вам или нет. Я когда первый раз брал эту подписку, я сделал просто. Открыл список на официальном сайте, прошелся по нему, выбрал игры, в которые я хочу поиграть, посчитал, сколько это будет стоить, если я куплю их по отдельности, понял, что подписка выгоднее, оформил и играл. Раньше я ее брал по скидонам, по-моему, 60 рублей за 30 дней были такие акции, да, кто помнит с вас лайк. Вот, ну и в принципе я подпиской доволен как слон и пользуюсь по сей день и уже продлеваю ее на долгое время. Лично я юзаю данную подписку ради Halo, Forza, ради других эксклюзивов Microsoft, поскольку они на долгосрочную перспективу, там есть онлайн и плюс добавляются еще новые игры, в которые я не против поиграть. Про то, что там много инди. Да, это действительно так, но это не означает, что ААА проектов там нет вообще. Их достаточно, но при любом раскладе событий, много инди, немного инди, много ААА проектов, немного ААА проектов, самое главное для себя понимать, вам нужен этот список игр или нет. Просто опять же, в каких-то ситуациях бывает выгоднее купить подписку там на 3 месяца, наиграться в ту игру, которую ты хочешь и просто забыть о данной подписке, если ты хочешь просто сэкономить. И опять же, получается во много раз дешевле, если бы ты покупал игру за фулл прайс. Плюс, на мой взгляд, есть в этой подписке очень крутой бонус, в котором за такую стоимость ты получаешь еще сверху контента, который может тебе приглянуться. Да, опять же, есть случаи, в которых ничего не привлекает, но список столь огромный, что мне кажется, каждый найдет для себя что-либо. И тут давайте, пожалуй, о хорошей стороне. Если внимательно ознакомиться со списком игр, станет понятно, что эта подписка идеальный вариант для тех, кто только приобрел консоль и у тех, у кого нету игр. Раньше, если что, каждая игра покупалась по отдельности и не было таких вот антологий, которые работали по системе подписок. Сейчас же, если брать максимальный ценник на подписку Xbox Game Pass на 12 месяцев без всякого буста, то получается, что за столь большое количество игр вы платите всего лишь как за две новые ААА игры. Мне кажется, сложно не поспорить, что это выгодно. И это, опять же, если брать по максимуму, потому что если брать во внимание подписку Ultimate, в которую входит Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, подписка EA Play, то это реальные копейки. Кстати, насчет второго буста подписки Ultimate. Если что, он 100% работает. Но самое главное дождаться полного окончания этой подписки. То есть подождать пару дней, пока вот она закончится. То есть после того, как она закончится, можно еще раз проделать данную процедуру. То есть сначала активируйте Xbox Live Gold, потом Xbox Game Pass Ultimate, и у вас все конвертнется в Ultimate. Поэтому пользуйтесь, пока все это доступно. Также очень большой плюс данной подписки в том, что среди большого количества игр в любом случае каждый может найти для себя что-либо. А самое главное запустить ту игру, на которую бы, наверное, никогда бы не обратил внимания. У меня такая ситуация произошла с игрой Deep Rock Galactic. Никогда бы ее не нашел, если бы не подписка. В итоге вкатило и с пацанами по вечерам мы вгоняем в нее. Тот же Overhooker 2. Я хотел в нее поиграть, оп, она в подписке и считайте халява. И таких вот игр в подписке действительно очень много. Самое главное это просто их отойти и просто загрузить и попробовать. Единственный подводный камень в этой подписке, который я недавно увидел, так это качество новых игр. А именно игр, которые сразу или почти сразу появляются в данной подписке. И тут на самом деле очень спорно, поскольку появляется такая логика. Игра не очень, по подписке она зашла, но опять же за фулл прайс я бы ее никогда не купил. И с такой вот позиции может случиться такое, что нас будут брать количеством, а не качеством. Возьмите тот же Medium, к сожалению это не Next Gen игра и к сожалению в техническом плане она очень и очень слабая. Вспомните тоже Metro Exodus. Вошла в подписку к геймпасу через некоторое время, вроде громко, но по факту игра получилась такая себе. Но то что в подписке, то что на халяву это очень круто. Вот какая-то такая вот логика. Тот же Stalker 2, если честно, у меня тоже вызывает капец какое сомнение. И лучше не ждите от громких франшиз громкого продолжения, чтобы не расстраиваться. Сейчас на мой взгляд просто другая стратегия рынка и опять же все давят количеством, а не качеством. В принципе в будущем мы узнаем точно ответ на эту теорию, поскольку выйдет Halo. Мне кажется это одна из первых игр, которые покажут какими будут эксклюзивы Microsoft. И если Halo Infinite действительно выйдет не очень, то к сожалению в будущем нас ждут именно такие проекты. Напомню, что Halo Infinite это ААА проект, он многобюджетный и он также войдет в дату релиза в подписку Xbox Game Pass. И к сожалению, если Microsoft не удосужится сделать нормальную оптимизацию, потянуть графон и сделать эту игрой действительно хорошей игрой, то к сожалению в будущем нас ничего хорошего может не ждать. Но опять же, если опираться на опыт, к примеру, тогда когда в подписку вошла Гири 5 или Forza 4, то возможно, что в будущем все будет в порядке. Но опять же нужно посмотреть. Если же делать какой-то итог, то на мой взгляд подписка Xbox Game Pass это просто нереально выгодное предложение для тех, у кого нету видеоигр и для тех, у кого они есть. За счет системы добавления и обновления данной подписки, на мой взгляд, она остается лучшим предложением на рынке до сих пор. Если вдруг кто-то начнет говорить о том, что вот на PlayStation Plus тоже есть такая тема, нет, это совершенно другое и она не сравнится с подпиской Xbox Game Pass. Но самое главное при ее покупке, просто ознакомьтесь со списком игр и решите, нужны вам эти игры или нет. Поскольку да, многие говорят, что подписка крутая, я говорю, что подписка крутая, но может быть такое, что просто все игры, которые есть в этой подписке, у вас также имеются. И данная подписка вам просто будет не нужна. Но в любом случае она обновляется, там появляются новые игры, которые, мне кажется, многих могут реально заинтересовать. Я же этой подпиской буду пользоваться до 2023 года и пока мне в ней все устраивает. Вот как-то так. На этом, в принципе, все. Если вдруг ты такого же мнения, как и я, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение о данной подписке, нравится она вам, не нравится. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok